Мы выехали на дорогу, которая называется Песчаный Грейтер, Зелёный Яд. Не смогли себе отказать и не остановиться здесь по дороге. Здесь такие широкие пустые пляжи, никого нет. Здесь даже я не рекомендую купаться, но в данный момент. Заклеивайте номера, здесь все так делают. Нужно найти место для лагеря, нужно найти, куда поставить палатку, поставить палатку, соответственно. Вообще было в планах доехать до Щелкино, город такой, но я думаю не сегодня. Мы выехали на дорогу, которая называется Песчаный Грейтер, Зелёный Яд. И здесь вот так и будет, что мы будем ехать вот по такой дороге, и вокруг будет лес. И очень долго лес этот будет. Так что на побережье Азовского моря тоже бывают леса. Конечно, вот такие вот непроходимые кусты, но лес есть. Здесь оказывается не только лес, здесь ещё и лагерь находится. Такой чисто советский, видно, что там дети играют в волейбол. В интересном месте, конечно, находятся. Это, в принципе, и понятно, потому что на побережье Азовского моря. И у нас здесь даже уже ветряк виден. Лагерь тоже какой-то полузаброшенный, недостроенный. Но красиво, как джунгли какие-то у нас здесь. Ну да, чисто такой советский лагерь. Воспоминания сразу такие какие-то приятные. Я вспомнила детство твоё, когда ещё я в лагере была, вот так же приезжала в лагерь. И вот всё то же самое было. Центральный вход. Ага, КПП. Когда родители приходят, ты здесь с ними общаешься. Всё то же самое, да? Вот тут написано, наверное, сможешь увидеть, какой лагерь? Автомобилист. Детское заведение оздоровления и отдыха автомобилист. Ну, прикольно. Ну, что, на свежем воздухе самое главное хорошо. Самое главное, что было питание хорошее, свежий воздух. Хочу, ещё надо. Да, а остальное приложится. Хорошая компания. Да. Не смогли себе отказать и не остановиться здесь по дороге. А знаете почему? Здесь хвойные деревья. Здесь такая красота. И мы захотели подойти и просто обнять и понюхать. Здесь лесопосадки. Видно, что это... Ну, не сами деревья эти выросли. Вот они. Какие. Это сосна у нас? Сосна. Ну, конечно, они такие детенькие. И сожаркинкие. О, шишки есть. Вот они. Как круто тут. Это прям воспоминания с Урала сразу. Запахи классные. Шишечки. Вообще. Знаете, мы как скучаем по вот этим всем сосновым, еловым лесам. Потому что здесь их вообще нигде нет. Если только какие-нибудь насаждения. Шишечки. Шишечки. Ах, красота. Приходишь так, хрустит все под ногами. Лесная ароматерапия. И рядом море. Парадокс. Так мы обычно делали. Подходили к дереву. И вот так вот обнимали. Напитывали силой, энергией. А дерево же, знаете, еще так вкусно пахнет. А если еще смола есть, так тем более. И это Крым. Пусть папа едет дальше. Здесь заезд удобный есть. Да. Скажи ему. Вообще. Это что за красота тут такая? Насколько это красиво. Это настоящий лес прям. Но вот эти деревья здесь, конечно, повыше. Там маленькие. Это маленькие. Песчаный грейдер нас все-таки вывел на море к пляжу. И здесь не просто какая-то такая дорога местечковая. Здесь даже вдоль дороги стоят мусорки. Вы представляете? И на пляже навесы. Я вообще не представляю, что это здесь за место такое. Но я смотрела по картам, что здесь есть какое-то село. И, скорее всего, это местные жители сюда ездят купаться на пляж. Вау. Ну, это круто. Так что... Да, это для местных жителей. Круто. Ну, вот здесь мы встанем на ночь. Ну, куда-нибудь можно и дальше. Такие облака идут вообще. Мусорки есть. Все так чистенько. Залив тот же самый. И теперь я вот поняла, что за конечность все время мы видели. Это Щелкино. Мы с собой вроде бы. И там заказник тоже. Места много здесь. Места, да. Здесь есть вкусный древ. Ага. Ага. Почему-то никто не купается. Ну, уже вечер, потому что. Поэтому и не купается. Это тот же самый залив, где и мы были. Все то же самое. А вот там вот на оконечности, это золотое. Вот, оконечность. Это мы там были сегодня. И вчера. Все, мы остановились. Здесь такие широкие пустые пляжи. Никого нет. И смотрите, какой у нас сегодня закат интересный. Прям такая туча огромная нависает. И видно, что за ней прячется солнце. Пустые пляжи и залив сегодня здесь очень спокойный. У нас вновь... Мытье картошки. А, море. Вообще-то, неудобно. Будем вновь варить супчик. Очень хочется вечерком горяченького. Огромные карнироты. Но здесь, я думаю, не будет глубоко, потому что все-таки это залив. Машину мы пришвартовали вот здесь вот. И рядом вот здесь же будет у нас палатка. Мы все троем просто красные, как раки. У них тут след от купальника. Вообще все красное. Это учитывая, что мы не загорали. Мы просто купались, просто ходили по лагерю. Но красные, как раки. Хочешь кушать? Уже проголодалась. А ты себе что нальешь? Ну, я вон сейчас переливлю, заложу. Ну, сколько их тут? Кусачек-то летает. Ну, хоть сегодня мы сели ужинать не ночью, не в темноте. Успели засветло приехать к месту, поставить лагерь, сварить, кушать. Нормально. Как раз таки все. Все по плану. Тоже супчик рыбный. Но сегодня у нас... Мужка еще такая, усачья. Тоже рыбный супчик. Только сегодня из какой рыбы у нас? Горбуша. Из горбуши. Мы будем кушать. Мы будем кушать. Мы обнаружили, что у нас здесь комары. Мошки. Все кусаются. Вообще все замочились уже. Ветра нет. Скорее всего, из-за этого их не сдувают. Хотя здесь, может быть, из-за травы, потому что. Я не знаю. Да, вот такая туча там. Не знаю, дойдет дождь до нас, не дойдет. Сейчас сели пить чай. И знаете чего? Пью калмыцкий чай. Кто пробовал? Я много его не пью, потому что, ну, своеобразная, конечно, такая субстанция. Даже не субстанция, ладно, напиток своеобразный. Но иногда можно. Прикольно. Сейчас заварим. Калмыцкий чаечек. Хальмкце. Хальмкце. Три в одном. Ну, да, будем еще, наверное... Спасибо. Для термоса. Для термоса, наверное, лучше. Ну, ладно, все тогда, ну. Сегодня у нас газовых баллончиков с собой, пять штук. Один только из расходового старого. Пусть лучше будет больше. Да. Мало ли что. Да, конечно, пущение. Они в машине пусть так лежат. Ждите. Вам ужин готовится. Ждите, дамочки. А я пришла на пляж пить калмыцкий чай и думать о Калмыкии. Печенька сладкая. Вообще-то, у меня есть мечта поехать в Калмыкию. Можете, конечно, спросить меня, что мне там интересно и почему я туда хочу попасть. Я напишу. Туча темная идет. Я вижу, что там катер катается. Людей куда-то везут. Прям такая темень идет. Устрашающая. Сейчас вышли на улицу. Во-первых, подсвечивается город. Виден хорошо. С этой стороны те вот поселки, где мы были. А вверху, я не знаю, видно вам это или нет, но это просто что-то невероятное. Видно. Млечный путь прямо. Сегодня звездное небо, как на ладони. Я просто в шоке. Ни одного облачка. И все звезды. Все видно. Мы вчера наблюдали, видели только ковш. А, вот он сегодня. Я тоже вижу. Вот он, ковш. А сегодня вообще все созвездия. Если бы я знала, как определять, то я бы сказала, ну, главное, что я вижу линию такую млечного пути. Такое вообще редко увидишь. Ну, это круто. И палатка у нас там подсвечивается. Самое главное, комаров нет. Ну, да. К вечеру хоть не стало их. А то вообще комаров, мошек было столько много. Мы так расстроились, что не можем посидеть. Да, вообще. Так что? Всем спокойной ночи. Ветра вообще нет практически. Ну, пляжи выглядят такими белыми, кстати, сейчас, при утреннем свете. Даже не желтый песок, как в золотом, а именно белый. Белый песок и синее море. По-другому выглядят. Утро начинается не с кофе. Утро начинается с мытья горы посуды после мочи. Водичка такая, кажется, с утра прохладной. Но вчера тоже было прохладной. Так как ветра здесь никакого не было, всю ночь даже не было слышно волн никаких. Ни одна машина не проехала. Сейчас вот что-то уже начали кататься. Вот так здесь прямо какие-то дикие места, прям чересчур дикие. каша гречневая. Ну, мы вот решили попробовать купить в баночках такую кашу. Не знаем, посмотрим. Первый раз берем тоже. сейчас мы разогреваем ее. Мне как раньше нравились банки. Печет такое солнце вообще. Это перловое. С мясом. Ты будешь сюда сел, здесь тень. Считаю я так немножко. Сейчас зубы почищу. Пойдем мы в помидоры и окунаться с нами. Здесь нет. Ты так как правило. Бережочка вместе с медузами. Главное, чтобы еду завистала со мной за руку здороватостью. По температуре море нормальное, просто как всегда по началу Кажется, что холодное. Идем на завтрак. Мы не единственные. Мужчина на рыбалку приехал. Выставил удочки. Мне почему-то кажется, что здесь больше места подходят именно для рыбалки, потому что рыбаков здесь много. Как насчет купания, даже не знаю. Сейчас сидим, кушаем, обсуждаем. Мужчина местный подошел, который на рыбалку приехал, говорит, здесь летают на дронах и фиксируют нарушение, что вы стоите на берегу. Так что, говорит, заклеивайте номера. Здесь все так делают. Не заклеить, закрывайте. Ну, закрывают. Закрывают, да. Я просто думала, обычно так делают заповедники, а тут значит тоже. Значит, везде 500 метров прибрежная зона. Я вчера еще так думаю, ой, да чего там они в заповеднике все завешивают. У всех, да. Короче, значит, вообще везде. На любых водоемах. Даже если вы отдыхаете у нас, я тоже поняла, что значит, сейчас тоже надо завешивать. Хотя никто еще не делает. Если там, да, у нас в районе такого я никогда не слышала, чтоб там на Бугавскую косу кто-то едет и что-то завешивает. Никогда такое мало. Здесь, видимо, прямо летают на дронах. Ну, с другой стороны, это можно понять ограничения. Но тогда ты никуда не подъедешь. Здесь мы не планировали долго оставаться. Во-первых, здесь нет деревьев. Мы уже и так хорошо сгорели. И здесь мне нравится все-таки море, то, что медузы. Надеюсь, что мы сейчас вот, когда поедем до Щелкино, там будет какая-то другая бухта. Надеюсь, что там не будет медуз, мы там сможем искупнуться. Потому что здесь даже я не рекомендую купаться. Ну, в данный момент. Я не говорю, что тут всегда медузы, да. Но вот нам так не повезло. Уже практически палатку собрали, покушали. Все хорошо. И будем выдвигаться в путь, дорогу. Здесь, да, здесь прям место классное. На берегу моря. На берегу моря. Я смотрю, мало. И вот на окраине Щелкино мы проехали в место, где находится ротонда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Девушки отдыхают... Редактор субтитров А.Семкин